Субтитры делал DimaTorzok Дискриминации нету. Если не дай бог, вас здесь побили. Побили хорошенечко. Как можно остаться в Америке, кроме брака? Всем добрый день. Сегодня с нами специальный гость, мистер Атабек. Расскажет свою историю и расскажет, как он переехал в Америку и чем он занимается. С удовольствием. Спасибо тебе, Верик. Конечно. Субтитры делал DimaTorzok Атабек, у тебя свое шоу. Расскажи немножко про него и как ты к нему пришел и как ты на него попал. Итак, начнем с того, что я приехал в Америку два с половиной года назад на пике популярности в своей стране, в Узбекистане. Я там был киноактером, журналистом и плюс юристом. Как юрист я обслуживал пять крупнейших компаний, иностранных компаний в Узбекистане. Как журналист я брал интервью у всех мировых звезд, которые приезжали в Узбекистан. Как актер я исполнил 59 ролей в кинематографе. Ну, играю обычно негодяев. Но в жизни я не такой, сразу скажу. И приехал я сюда из-за того, что, скажем так, все меня назвали сумасшедшим, когда я приехал в Америку. Обычно зачем приезжать в Америку? В основном стереотипы. Бабки заработать. Да. Так у меня там неплохо было. Я до сих пор зарабатываю здесь столько, сколько я в Узбекистане зарабатывал. То есть в Узбекистане зарабатывал в трое раза больше, чем сейчас здесь в Америке. И переехал я только по одной причине. Я начал ударяться об творческий потолок. Мне надо было развиваться. Я хотел расти. Я считал, что да. То, что играю в кино, супер. Снимаюсь в клипах, классно. Беру интервью у мировых знаменитостей, которые приезжают в Ташкент. Это был Иенио Морриконе, мировой композитор. Сам понимаешь, это Спрута, это Капитан Катанио. Это однажды в Америке писал он именно эти все композиции. Это и Тото Кутуньо, это и Альбано. У всех у них брал интервью. И было супер. Не жизнь, а сказка. Но этого мне было недостаточно. Я решил вот просто раз и переехать в Америку. И я, конечно, об этом очень много раз жалел потом. Но это уже другое. Сегодня ты жалеешь? Нет, абсолютно. Попал я на одно шоу в Америке. Кульдарный поединок. И там очень популярная актриса у меня спросила. Кат-ка была в прошлом году. А, Кат-ка, сколько вам лет? Я говорю, возраст пророка Христа. Это я сказал на узбекском? Ага. Она услышала слово пророк, а Христа не услышала. Она подумала, что пророка Мухаммеда. А ему было 63, когда он был. Она говорит, что вам 63? Приехав в Америку, на третий день меня пригласили на интервью. Это радио русской рекламы. Здесь одно из самых популярнейших радио во всей Америке среди русскоязычного населения. Потому что их газета, русская реклама, это самая первая русскоязычная газета во всем Нью-Йорке. Это еще при второй волне иммиграции, когда Горбачев объявил о перестройке. Это конец 80-х годов. И вот на фоне этой газеты открылось радио. То есть бренд уже есть, поэтому с радио раскруткой проблем не было вообще. Благодаря этой газете любой иммигрант из бывшего Советского Союза может себе найти работу, место, чтобы пожить, то есть аренда и так далее. То есть не проблема. Все, приезжая сюда, сразу открывают русскую рекламу. И вот я работаю на этом радио. То есть под названием радио русская реклама. Меня пригласили как популярного человека на утреннее шоу. И было у нас двухчасовое интервью. Интервью было, ну, интересное, потому что ведущие были очень подготовленные, интересные ведущие. Профессионалы своего дела. И было огромное количество звонков. И смс. Ну, я подумал, значит, ну, скорее всего, так и оно и есть каждый день. Но не всегда, оказывается, такое бывает. И сказали, что была заинтересована аудиторией. Вот начали звонить. И оттуда ушел. После интервью. Ну, а что еще там? И буквально через неделю-две мне позвонили и сказали. Наш шеф вас слушал. Ему очень понравилось все, как вы говорите. Если вы хотите, мы можем вам открыть свое шоу на радио. Я сказал, да и ни в коем случае. Зачем мне это надо? Я сказал, не, не, не. Я говорю, а что? Радио – это самая неблагодарная работа. Самая ответственная, сложная, но не неблагодарная. Ответственная, потому что ты не имеешь права на ошибку. Там прямой эфир. Сложная, потому что среди всех отраслей медиа сложнее не бывает. А что на телевидении выступил? Что-то не то? Срежьте, пожалуйста. Окей, срезали, смонтировали. На радио так нет. Не бывает такого, потому что там как сапер. Ты можешь ошибиться ровно один раз. И позор до конца жизни. А третье… Как в театре. Конечно. А неблагодарная почему? Потому что, ну, кто тебя знает? Ну, там по твоему гуглу. Что мне там будут узнавать шофера Бруклина? Вот, таксисты. А когда нет, мне такое не надо. Я же привык, что на телевидении всегда, что на экранах всегда. Ну, а что? Крутой. Да, да, да. Ну, как бы этот нарциссизм немножечко преобладал, скажем так, а что? Вот. И я отказался. Они пару раз позвонили, сказали, что предложение в силе. И вдруг получилось так, что приехал мой наставник в Нью-Йорк в творческой встрече. Это был Владимир Познер. Владимир Познер. Ему на днях исполнилось 85. Вот это легендарный тележурналист, рожденный во Франции, работавший в Америке, сейчас живущий в России. И я, как раз, я с ним проводил интервью. Он мне говорит, ну, что ты здесь, как? Где будешь работать? Я говорю, ну, сейчас пригласили на радио, но я не хочу. Ну, почему? Я говорю, да, ну, какая неблагодарная работа. Он говорит, ну, читай, послушай меня внимательно. Если ты хочешь, чтобы в любой сфере медиа тебе вот так все удавалось, поработай на радио. Он сказал, я работал на радио больше 30 лет. Теперь мне не страшно ни телевидение, ничего. Хоть куда, пожалуйста. Потому что радио – это шикарная школа. Пройдешь ее, у тебя будет телебудущее, медиа-будущее. И после этих слов, мэтра, ну, что я должен сделать? Я согласился. Ну, третий год, вот, почти уже третий год, вот, 1 ноября будет третий год, так, это открытое мое шоу «Восточный экспресс». И, слава богу, пошло-поехало. Я там выработал свой стиль. То есть там, первоначально было такое, там что-нибудь такое умное, познавательное, но, конечно, никому не надо. А потом всем нужен юмор, фан, а я не могу таким дешевым юмором пользоваться. Я объединил юмор и знания в одном. Афоризмы, пожалуйста, но только должны быть смешные афоризмы. Понимаешь? И вот, пожалуйста, сейчас моя передача «Радио Байшоу» входит в пятерку самых, скажем, лучших, прослушиваемых радиошоу в Нью-Йорке. Я очень благодарен Богу, судьбе и всем, кто меня слушает. Поздравляю. И по здоровью. И по здоровью, конечно. Я его поздравил, кстати, с днем рождения. Вот так вот я приехал. Было очень сложно, конечно. Каким бизнесом ты считаешь, стоит заниматься в Америке? Мне кажется, тут все дороги, пути открыты. На самом деле, в Америке, первоначально, когда приезжаешь, можно работать в любой сфере. Здесь ничего не западло. И все зависит от того, что, во-первых, в чем ты разбираешься. Например, ресторанный бизнес. В нашу Текистанцию нам открыли супермаркет «Ташкент» на Брайтоне. Справа и слева огромные супермаркеты. Но они открыли, не побоялись. И они сейчас там номер один. Они завоевали весь этот рынок. И даже пытались там взорвать, там, закидывать к ним через мотоцикл, какие-то там петарды, бомбы. Настолько они хорошо развились. Понимаешь? Это зависит от каждого человека, от того комьюнити, который он представляет, и в том, что он, еще раз повторюсь, занимает. Чем он занимается? Я недавно был в Алабаме. Меня пригласили, чтобы я раскрутил бизнес наших узбекистанцев. У них «альтерейшнс». То есть это, знаешь, если у тебя, скажем, костюм длинный, они тебе его подшивают. Так у них огромную фирму они сделали на весь штат. И весь штат ходит к ним. Понимаешь? Там, кроме них, больше других узбекистанцев нет. Американцы к ним ходят. И обожают их. Понимаете? Что-то хорошо делают свое дело. Да. Хотя конкурент это страшное. Потому что там китайцы, например, на каждом шагу делают в 10 раз дешевле, в 10 раз быстрее. Ну, пока что-то, конечно. Но не очень. Скажи, Америка для каждого человека или Нью-Йорк для каждого человека? Нью-Йорк для каждого человека. Я думаю так. Потому что в Нью-Йорке ты даже можешь не знать языка английского, жить в своем комьюнити и знать только свой родной язык. Это не проблема. Потому что здесь все вот так вот, скажем, порайонно. Если ты, например, скажем, Одессит или там, ну, скажем так, из Украины, пожалуйста, в этот район там одни живут украинцы. Русские, вот там таджики, вот там казахи, вот там узвеки, вот там. И хочешь все-таки попасть в этот котел американский, поработать с американцами, что я рекомендую крайне. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Адобек, у тебя очень большой YouTube-канал, свой. Сколько у тебя подписчиков? На сегодняшний день сто две тысячи. Это я последние два года занимаюсь тем, что это блогинг, снимаю различные видеоролики о США, потому что это потрясающая страна с интереснейшей историей и с огромным количеством исторических достопримечательностей. Ну, их настолько, их много и каждая из них настолько необычная. Вот в самом Нью-Йорке официально больше двухсот официальных мест исторических, которые нужно посетить. 200, понимаешь, это значит 200 роликов. Вот на сегодняшний день у меня больше 500 роликов на моем канале. Каждый раз езжу в какой-то штат, стараюсь там что-то снять. Ты снимаешь сам или ты снимаешь с кем-то? Стараюсь с кем-то. Ну, когда никого нет, например, в Киеве я один оказался буквально на этом острове. Ну, пришлось уже как-то самому. Три слова об Америке, которые бы они хотели сказать тем, кто еще здесь не был. Нормально, как ты думаешь? Попробуем? Давай. Пожалуйста, скажи нам три слова для людей, которые никогда не были в Америке раньше, но, может быть, у них есть план, чтобы посетить США. Три слова, которые вы можете описать США? Три слова, чтобы описать США? Да. Три слова. Три слова, чтобы описать США. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, хорошо. Как-то недавно я ездил в Бостон, чтобы снимать 7 интересных фактов про Гарвардский университет. А там вообще никого не было. А надо было снять ролик про вот этот мост знаменитый Гарвардский. Вот как его изобрели студенты. И новую единицу измерения. Потому что потрясающая история. А никого не было. Холодно. Я стоял и ждал. Может кто-нибудь пойдет. Проходили люди, но не все соглашались. Но кто-то согласился. Такой же энтузиаст, как я. И вот благодаря ему я говорю, ну вы же все равно проходите мост. Ну пройдите вместе со мной, просто держите мою камеру. И вот так вот снял на русском языке. Стоял и ждал, кто-нибудь может на обратку пойдет. Дождался на узбекском языке. Потом опять дождался. Надо же еще промо-ролик снять минутный для Инстаграма. И вот так вот я прождал там 7 часов. Холод был невероятный. Я всегда говорю так. Когда снимаешь ролик, даже если очень холодно, верхнюю одежду нужно снимать. Потому что это как бы уважение к аудитории. Я всегда как бы театральный актер, из актерской среды. Есть понятие уважения сцены, уважения экрана, уважения зрителя. Как бы холода не было бы, будьте добры, снимайте верхнюю одежду, да? Я снимал ролик как-то про Чикаго. И там было минус 16. Я снял куртку и в одном пиджаке все рассказывал, уходил. В округе американцы, они назвали меня crazy. Сказали, сумасшедший. Простуду у тебя будет. Я говорю, ничего страшного. Зато надо снимать ролик. А там, когда я ждал на Гарвардском мосту, я был в куртке. И все, кто меня знали, сказали, видимо, было слишком холодно, что ты век не снял верхнюю одежду. Как вы? Как вы? Как вы? Я ОТОБЕК. КИКО. ОТОБЕК. КИКО. ОТОБЕК. 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 В зависимости от людей это не просто люди, а все, что ты делаешь, морозы для всех, здоровья, души для любой зоны. У нас есть много вариантов. Один город может быть совершенно разным от двух блоков Где ты из-за этого? Я из Бруклэда Ты из-за этого, но твои родители? Мой папа из-за Запада и моя мама из Филиппинской Что тебе? Я из Лонг-Айленда, и двои мои родители из Филиппинской Спасибо за субтитры! Привет, друзья! Ты очень хорошая пара! Я думал, это Кеннеди, как Джон Кеннеди Но Вич говорит, что разнообразие большие не только в плане людей В плане всего абсолютно В плане работы, в плане развлечений Не будем перечислять киевы У нас тоже было интервью, мы разговаривали с многими людьми И говорят, что в Нью-Йорке нет того, чего нет Да, здесь есть всё То есть есть всё для любого человека Да, на любой вкус Не важно, ходит ли он в театр, на мюзикл, или курит траву Неважно, что, каждый из себя может найти Сколько людей из Узбекистана проживают в Нью-Йорке и во всей Америке? Ты знаешь, огромное количество Вот сделать официальный подсчёт практически невозможно Потому что по грин-карте только проезжают каждый год по 5 тысяч человек По грин-карте Но есть такая тенденция Приезжают по туристической визе, по студенческой визе Вот, ну что греха таить Скорее всего, и через Мексику переходит, и через Кубу переплывают, наверное Вот я недавно был на острове Ки-Уэст Прямо на границе с Кубой Оттуда, говорят, переплывают тоже Встретил своих, да? Не-не, я там не встретил Но говорят, что... Есть! Да, хотя говорят, что кур доят, да? И коровы несут яйца Поэтому, знаешь, не знаю точно Но прилив, вот именно такой иммиграционный, очень крутой Поэтому по слухам, скажем так По тем, что, ну, скажем, то, что я слышал Больше одного миллиона Во всей Америке Вот так Иногда удивляюсь, честно На днях мне позвонили с Оклахомы Говорят, мы бы хотели вас пригласить А, кстати, я здесь работаю ведущим на свадьбах Я веду свадьбы по вечерам И то, что по Нью-Йорку, это понятно Все удивляются Я же ставлю всегда пост в Инстаграме, в Фейсбуке Сегодня работаем в Нью-Йорке, да? Все говорят, так много узбеков, вы каждую пятницу, субботу проводите свадьбы На каждой свадьбе по 300, по 400 человек Вы сами понимаете, да? То есть это насколько огромный поток Это ладно, но я же в другие штаты На прошлой неделе я был на острове Ки-Уэст Там я уже во второй раз И провожу свадьбу Там огромная свадьба была на почти 250 человек А на следующей неделе еду в Оклахому Я говорю, что и там наши? Да, здесь большое комьюнити Поэтому я практически все штаты объездил Практически, вот кроме Гавайи, наверное, и Аляски Туда я уже хочу поехать сам Потому что в Гавайях, конечно, есть узбекский ресторан И вообще я мечтаю поехать в этот угол об земли Три слова Например, этот человек нам говорили Мои, визы и люди Какие у вас? Для США Для людей, которые никогда не были здесь Окей Что-то специальное Я бы сказал Диверс Диверс? Да Да Эмммм Компликатый Компликатый, да 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 И, я не знаю И, я не знаю, визу Твоя идея на вирусное видео Какую бы ты дал визу? Ну, это все очень индивидуально Очень индивидуально Я, например, начал с чего? Семь фактов о том И семь способов того Как получить туристическую визу в США Я сделал это в виде документально развлекательного Интереснейшего фильма Вот так Буквально 16-синутный ролик Вот раз оно пошло, поехало И плюс Это меня избавило от заботы того Мне постоянно пишут мои знакомые, родственники, друзья А как поехать? Как поехать в Америку? Я говорю Как я приехал, вы точно не приедете Потому что я получил как творческий человек Все, понимаете Не все же творчеством занимаются И я всем отправляю вот этот клиник Вот, пожалуйста Но мы уже его смотрели Говорю А другими я вам помочь не могу Я не консул миграционный Вот Поэтому Надо взять ту тему Которая на злобу дня Что именно вас Вашу аудиторию интересует Исключительно из этого Надо изучить среди маркетинга И когда меня постоянно беспокоили Вот именно с одинаковым вопросом Люди с различных точек планет Я решил Взять это видео И не ошибся Ожик Ошик с партнеркой Я вот Переначально ошибся с партнеркой Я подписался на этих мошенников Юла называется Да Они забирали 30% Моего дохода Я знал, что они забирают Но проблема была в том Что у меня резко упал Уровень подписчиков просмотры в 10 раз сократились. Знаете, почему? Я этого не знал, но теперь я это имею ввиду. Нельзя удалять видео из своего канала. А ты удалял? А я удалял, да. Я удалял. А зачем? Удалял, потому что, скажем так. Что ты не по нам что-то хотел? Ну да, ну, например, вот я снимал, у нас есть Бернарда Кореева, это легендарная балерина, ей 86 лет, она прыгает, вот, пляшет. Я про ее школу снимал ролик, и там, оказывается, оказалась девочка, которая по ней ходит в школу, а родители ее не знали об этом. И она мне через фейсбуку говорит, пожалуйста, удалите это, не дай бог, дома узнают, меня прибьют. Я это удалил, например. Ну вот, и вы себе не представляете, вот в 10 раз упал уровень у меня просмотров после этого. Я восстанавливался в течение полугода. У меня 100 тысяч должно было быть давно. У меня из-за этого в 10 раз упало, на полгода это был тормоз. Не удаляйте видео. Кто твой самый любимый блогер? Ой, знаешь, это все написано, да? Да, это записано. А, тогда, наверное, что-то другое назвать. Я могу выключить? Да нет, нам интересно, нам очень интересно. Сань. Знаешь, я иногда смотрю Друзья. Да. Иногда. Но он меня очень часто разочаровывает. У меня было часто предложение того, чтобы вести вот в его стиле интервью. Я сказал, я это себе никогда не позволю. Потому что, во-первых, он через мат разговаривает. Я не могу это через мат. Меш в английском языке есть такая пословица «from zero to here», что в переводе на русский означает «из грязи в князи». Есть такие, которые здесь зарабатывают неплохие деньги. Там они ничего не зарабатывали, а здесь даже можно мыть посуду по вечерам и зарабатывать в час 15 долларов. Кто им даст такие деньги? Ну, например, в другой любой стране. Конечно, нет. Они зарабатывают определенную сумму, стоят на ноги, и у них определенная агрессия начинается. Они, когда к ним обращаются с просьбой, например, «помоги», они говорят, «слушай, я проходил через эту трудность. Почему ты не должен через меня проходить? Чем только уже меня». И, кстати, ты должен побольше помучиться. Потому что я тоже через это в свое время проходил типа «школа молодого бойца». Это неправильно, я считаю. Приезжая сюда, нужно стараться помогать всем людям, которые к тебе обращаются. Хотя бы советом. Потому что в английском языке есть такая пословица «боштанут кизгян кабиб». То есть, что в переводе означает «если ты сам переболел этой болезнью, да?» Ты прекрасно знаешь, как можно вылечиться. Больше, чем сам врач. Потому что ты через это прошел. И поэтому, если ты видишь человека, он в такой же ситуации находится в плане иммиграции, а в плане работы, в плане языка, хотя бы посоветуй. Посоветуй, что ни в коем случае не делай вот так, а вот так. Потому что я это пробовал, это не получилось. И потом пришлось делать через этот способ. Поэтому надо помогать. Когда ребята приезжают по студенческой визе, им легче эту визу потом пересделывать под рабочую визу, скажем так. Или под другую визу. А вот когда они приезжают по work and travel, это очень сложно. Они должны визу переделать на туристическую, а потом уже туристическую, на какую-то там рабочую. То есть это намного сложнее. Поэтому очень многие остаются здесь, потому что видят свою американскую мечту. Особенно по студентам славится штат Чикаго. В Чикаго огромное количество школ по изучению английского языка. И они им дают вот эти вот визы. Именно студенческие визы. Поэтому штат Чикаго в этом плане он рекордсмен. Очень много наших там. Как можно остаться в Америке кроме брака? Самый лучший способ это брак. Потому что, во-первых, ты обретаешь свою половинку и это твоя семья. А семью надо делать всегда. Мы не можем всю жизнь жить одни. Поэтому самый лучший, я имею в виду не фейк-брак, а вообще реальный, нормальный брак. Встретил свою половинку и вот оно все. Если вы творческая личность, например, как я, вы можете сдать на экстраординарную личность. Это называется O1, O2. Америка ищет по всему миру таланты. И дает им все условия для того, чтобы они здесь работали. Именно творческим людям здесь огромные условия. Если у вас есть достижения в своей стране, достижения за рубежом, а также достижения здесь на территории Америки, то вам дадут эту первоначально рабочую визу, а на основании этого вам дадут еще и грин-карт. Через сколько лет? Это очень быстро вещает. За полгода дается рабочая виза. Потом сразу, как получаете рабочую визу, вы моментально можете сдать документы на грин-карт. Пожалуйста. Сама работа может вам дать, скажем, где вы работаете, если вы работаете в такой престижной нормальной компании, она также вам может сделать рабочую визу в последующей грин-карте. Также. Затем каждый год 1 апреля все сдают на рабочую визу. То есть для этого у них человек должен быть в легальном статусе и должен работать в нормальной какой-то компании. Она дает ему, скажем, рекомендацию, что он работает здесь, что этот специалист нужен. Но количество виз ограничено. Если не ошибаюсь, 60 тысяч всего лишь виз подается каждый год. И надо сдавать документы 1 апреля. Вот так вот. Поэтому это следующий способ. Потом еще есть такие способы, как политическое убежище. По разным причинам. Например, если война на территории вашей страны, или что-то там политическим мотивом не устраивает что-то. Я не специалист в этой области. Но я знаю, что по этому направлению тоже люди получают здесь. Вид на жительство. Ты можешь что-то посоветовать, куда обратиться, к кому позвонить, какого-нибудь адвоката. Да, конечно. Без проблем. У меня есть очень хороший адвокат, которого беспокоит его авторитет. Я работаю с людьми, которым есть что-то терять. Потому что очень много, к сожалению, здесь мошенников. Очень много, слишком много. Причем, знаете что? Они выходят из наших же стран. Вот из наших же стран они выходят. К сожалению, у меня есть такой опыт. Да? Поэтому я могу... Стэндлес Матрильский, очень хороший адвокат. Вот. Я Стэндлес Матрильский. Да. Он очень весь известный. Он в основном работает с испаноговорящими и с нашими. Профессионал своего дела. Стэндлес Матрильский. А почему я его Стэндлес Матрильский? Да, я могу порекомендовать его. Вот. Затем, здесь еще есть такая грин-карта. Это, если не дай бог вас здесь побили. Угу. Побили хорошенечко. Причем, с фактом того, что применяли, скажем, угрожали вам оружием. Угу. Огнестрельным, либо холодным. То на основании этого также можно получить здесь грин-карту. Это ввел еще Барак Обама. Угу. Вот. Способов очень много. Вот. Но... Каждый способ должен быть легальный, непридуманный, из пальца не высосанный. Потому что американцы очень доверчивые людям. Но если они поймут, что вы врете, они вам никогда этого не простят. Это место называется Дамбо. Здесь недалеко Бруклинский мост. Самый первый подвесной мост в мире на всю историю человечества. Был построен в 1883 году. Одно из визитных карточек Нью-Йорка. Он соединяет... Проблема была в том, что, когда его так построили, люди боялись по нему ходить. И тогда мэр города принял очень нестандартное решение. Он провел по этому мосту целую стаю слонов из цирка. Они прошлись. Десять тысяч человек пришло, чтобы посмотреть это зрелище. А потом мы поняли, что, оказывается, Английка готовится работой. То есть, которая звучит следующим образом. «Девилл не так черный, как он рисует». Еще в переводе означает «Не самый страшный черт, как его молюют». Это то место, когда я в депрессии. Я прихожу сюда. Понимаю, что в каком красивом городе же. В какой красивой стране. Учищаю сам себя. И начинаю... Выходить из депрессии. Я был три недели назад в Питере. Четыре недели назад. И я был первый раз в России. А, серьезно? За 32 года. Мне стыдно. А где ты родился? Я в Риге родился. А-а-а. Вы сэр Прибалтик? Да. Так получилось. Окей. Классно. Моя мечта – поехать в Прибалтику. Мои родители там проводили свой видовый месяц. Да. То есть там тебя сделали? Да. Я понял. И самое интересное, что они... Ну, их не стало, к сожалению. Они погибли. Поэтому я мечтаю именно по тем местам проехаться. Вот где... Вот по фотографиям их. Вот где они стояли, фоткались. Вот там же стоять и фотографироваться. Скажи мне, а ты имеешь в виду сейчас Ригу? Да. Именно Ригу, да. Они проводили свой свадебный путешествие в Риге и в Киеве. Рига, Киев. В этих двух городах. Моя мечта – поехать именно... Когда они для меня как бы... Для меня они святые. Вот чтобы именно вот по тем местам, вот где вот они останавливались и вот фотографировались. А фотографий там достаточно. Курица не птица, Латвия не заграница. Ну да. В Евросоюз. Теперь туда сложно конечно попасть. Ну почему? Почему сложно? Ну мне да, конечно. Мне не сложно. А вообще как бы все равно же в еврозону же как бы шенген по-любому нужен. У тебя какой паспорт? Узбекский. Узбекский. А и что? Планируешь америк... Не знаю. Посмотрим. Во-первых, у меня еще срок не подошел. Вот. У меня тревел паспорт американский. То есть я участвую по странам с тревел паспортом. Это больше ста сорока стран мира. Без проблем. И там никакой разницы с американским паспортом. Ну у меня узбекский паспорт, да. Угу. Я побывал в 59 государствах. Я пожил в 5 странах мира. Это моя пятая страна, где я живу. Я выбрал именно эту страну. У тебя наступали в сериал «Узбекский». Я играл одного предпринимателя. Значит в Америке. Да, в Америке, да. Давно уехавшего из Узбекистана, который получил политическое убежище и как бы здесь как бы проживает. И вот там я сказал герою этого сериала, Америка это страна приезжих. На что некоторые мои же как бы сограждане обиделись. А что, мы приезжие? Я сказал, да. И даже те, которые американцы родились здесь, они тоже приезжие. Здесь свое население коренное. И это индейцы, которых здесь очень мало. Ну вы понимаете, по истории, я думаю, не стоит напоминать. Все изучали историю Америки хотя бы в общем. Вот. То есть это страна иммигрантов. Поэтому здесь нету национальности. Здесь нету, скажем так, определенной этнической принадлежности или религиозной. Будь хоть кем. Мусульманином, католиком, атеистом. Пожалуйста, тебя будут уважать в любом случае. Имей, скажем так, любой пол. Мужчина ты, женщина. Никакой дискриминации нет. И даже в сфере, скажем так, ориентации. Значит, будь ты висексалом, будь ты геем, будь ты, я не знаю, гомосексалом. Здесь абсолютно без разницы. Самое главное смотрит на тебя как на человека. А это же самое главное. Поэтому за что я и обожаю Америки. В других странах, где я жил, мне там тоже очень много нравилось, но... Ну такой момент, когда тебе напоминали о том, что ты эмигрант. Тебе напоминали, что это не твоя страна. Тебе напоминали, что это чужая страна. Здесь такого нет. Тебе напоминали. Три слова. Сценария. Сценария. Люди. Да. Ам... Opportunities. Что за тобой? Я бы скажу... Я бы скажу, разница. Я бы скажу... Я бы скажу... Энерги. Какое место ты можешь найти, что-то круто делать. Как хорошие люди. Это высокая энергия. О, мой го... Да, еда. 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 Я бы скажу... Opportunity. Есть много oportunidades здесь. Диверситет. Любовь. Я не знаю. Есть много любви здесь. Я люблю людей. Есть специальные места для любви? Нью-Йорк? Нью-Йорк. Нью-Йорк, чувак. Довольно любви здесь. Есть много различных типов культур. Есть много различных типов людей. Мне кажется, что ты можешь гравитировать на то, что-то, что-то подходит тебе. Потому что это здесь. Спасибо. 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 Огромное-огромное спасибо Атабеку за его сегодняшний день. За то, что он провел его с нами. За то, что мы погуляли по Дамбо, опрашивали людей. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Не забудьте нажать на колокольчик. И для вас мы делаем этот контент. И если у вас есть интересная история. Если вы хотите рассказать про себя. Или кого-то посоветовать нам. Пишите. Задавайте вопросы. Как говорил Элла Уэс Пресли. Now or never. Сейчас или никогда. Продолжение следует.